Фокусное расстояние не влияет на перспективу, хотя очень многие фотографы, в том числе профессиональные, думают, что влияет. Сегодня поговорим о заблуждениях, которые встречаются не только у новичков, но и у тех, кто снимает достаточно давно. Итак, первое заблуждение. Фокусное расстояние влияет на линейную перспективу. На самом деле нет. Как это? Все ведь видели миллион гифок с демонстрацией этого эффекта. Меняется фокусное, меняется и перспектива. В этих примерах все правильно, выводы только неправильные. Дело в том, что фотограф, который меняет фокусное расстояние на объективе, меняет неизбежно и расстояние до объекта съемки. Если мы снимаем, скажем, портрет на 20 мм, а потом переключаемся на 200 мм, мы, соответственно, должны от модели отойти, так, чтобы заполнение кадра оставалось таким же. Так вот, именно это расстояние от фотографа до модели влияет на перспективу, а не фокусное. Это легко проверить. Сделайте со штативом фотографию телеобъективом, а потом, не меняя положение камеры, замените его на широкоугольный. Потом кропните второй кадр так, чтобы масштаб на фотках совпадал, и вы увидите, что перспектива одинаковая. Тут нужно оговориться, что картинки не будут совпадать прям идеально, но это связано не с перспективой, а с дисторсией. Каждый объектив, во-первых, имеет разное строение, и даже на одном и том же объективе, если это зум-объектив, то, сделав разные фотографии, у вас будут меняться некоторые оптические характеристики. Но если вы сделаете тот опыт, который я вам сейчас предложил, а потом реально подойдете с широкоугольным, скажем, с теми же 20 мм, к объекту съемки так, чтобы он заполнял вам весь кадр, то вы увидите, что такое изменение перспективы, а что такое небольшая дисторсия. Может возникнуть вопрос, а зачем вообще это знание нужно, если на практике, все равно меняя фокусное расстояние, мы меняем и расстояние до объект съемки. Ну, во-первых, если вам скучно, вы всегда можете устроить срач среди фотографов, иногда это бывает весело. Возможно, он будет и в комментариях под этим видео. А если серьезно, нередко бывает так, что перспективы нас не устраивают, а нужного объектива, ну, скажем, нет под рукой. Зная это правило, мы можем немножечко отойти назад, потом сделать просто кроп на постобработке и получить ту перспективу, которую мы хотели. Если, конечно, разрешение позволяет, но если мы снимаем в интернет, то обычно матрицы стандартного современного фотоаппарата нам хватает. Второе заблуждение. Для получения одинаковой экспозиции на фулл-фрейме и кропе, кроп-матрица требует больше света. Это не так. Так как я последние годы снимаю на Lumix с кропом 2.0, я часто встречаюсь вот с этим утверждением. Мне говорят, что у меня вот фулл-фрейм, и я снимаю на диафрагму 4, а тебе, чтобы такое же количество света получить, нужно открывать диафрагму намного сильнее. Логика у доказывающих это такая. Вот смотрите, идет свет от объектива, на большую матрицу его попадает много, на матрицу маленькую попадает меньше света, соответственно и фотография будет темнее. Да, вот только это не важно. Смотрите. Есть объектив, он проецирует изображение. Вставляем к нему фулл-фрейм матрицу и получаем вот такой кадр. Теперь подставляем кропнутую матрицу и получаем вот такой. Отличается ли хоть какой-то участок этих фотографий по яркости? Конечно нет. Потому что не важно, сколько всего света пролетело там мимо маленькой матрицы. Важно, сколько попало на каждый отдельный участок, на каждый пиксель. Так что количество света при прочих равных будет одинаковое. Что изменится, так это кадрирование. Но только на всякий случай оговорюсь, что речь идет именно об этом. А не о размере пикселей. Вот это вот все, что соотношение сигнал-шум здесь будет другое. Бла-бла-бла, это все понятно. Мы сейчас говорим именно о количестве света, падающем на матрицу. Ну и второй пример. Загуглите размер матрицы вашего смартфона. По такой логике получается, чтобы сделать кадр на смартфон, нужно, не знаю, с собой носить все время 5-10 кВт света. Дальше. Дальше не забудьте подписаться, напоминаю на всякий случай. А утверждение у нас следующее. Сохранять фотки для интернета нужно в разрешении 72 точки на дюйм, а для печати 300 точек на дюйм. Иначе что-то произойдет страшное, и фотографии будут ужасного качества и бла-бла-бла. Это тоже довольно распространенный миф, я с ним часто сталкиваюсь. На самом деле это не имеет никакого значения. Значение имеет количество пикселей по длинной короткой стороне вашего кадра. Если вы экспортируете фотографию из, скажем, того же Lightroom'а с одинаковым количеством пикселей, то плотность пикселей вы можете поставить какую хотите. Хоть 1, хоть 70, хоть 1000. Фотографии будут выглядеть идентично. Вы, опять же, можете проверить это сами, экспортируете фотографию одну и ту же с разными значениями DPI, и убедитесь, что абсолютно все будет одинаково. И вес файла, и визуально они тоже будут абсолютно идентичны. Единственное отличие будет то, что в метадате файлов будет это самое значение, которое вы укажете, прописано. Это может пригодиться, если вы занимаетесь, не знаю, версткой, какой-то макет создаете. И от этой информации будет зависеть, в каком размере фотографии будут открываться у вас в документе. Но даже если значение стоит какое-то неправильное, то все равно фотографию можно растянуть. Растянуть настолько, насколько позволяет количество пикселей. И значение DPI здесь, опять же, ни при чем. Поэтому, если заказчик просит какое-то конкретное значение, ну, поставить несложно, почему бы и нет. Но, в целом, если вы делаете для себя, то можно ставить любое значение, не париться на эту тему. Мы, на самом деле, в техническом задании никогда не спрашиваем, если заказчик сам не указывает, никогда не спрашиваем, какое значение ставить. Еще одно заблуждение. Есть какие-то четкие универсальные схемы света для предметной съемки. Это заблуждение обычно встречается у начинающих. Они думают, что можно не разбираться с тем, как работает цвет, а просто взять какую-то схему и ее использовать. Но в итоге человек не экономит время, а скорее наоборот. Дело в том, что скопировав чужую схему, он, скорее всего, получит не очень хороший результат. Так как он не знает, как работает цвет, подправить он эту схему не может. И при этом он толком и ничему не учится, и результата быстрого тоже не получает. Да, какие-то общие схемы, конечно, есть. Например, я знаю, что если я хочу сделать обводку на глянцевом предмете, я вот примерно уже понимаю, что я возьму большой источник света, возможно, софт, возможно, какой-то рассеиватель. Поставлю перед ним черный флаг, поставлю бутылку, скажем, или какую-то косметику, и получу обводку. Но только дело в том, что если пытаться применить эту схему, не понимая, как работает цвет, у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что буквально несколько сантиметров движения того же черного флага или софтбокса, а несколько градусов изменения угла камеры, и у вас получится совершенно разный результат. И даже если через несколько часов получается какой-то результат, человек берет, вместо большой бутылки ставит маленькую, и понимает, что свет-то уже совершенно другой, и нужно ставить все по-новой. Предметы очень разные. Если в портретной съемке еще можно какие-то схемы брать, потому что, ну, люди плюс-минус одинаковые, глаза, уши, нос, рот, руки, то с предметами все гораздо сложнее. Они разные и по форме, и по материалам, и по цвету. Поэтому каких-то универсальных схем света нет. Если вы начинающий фотограф, то я очень рекомендую сначала разобраться именно с тем, как работает свет. Это на самом деле не так уж сложно. Есть какие-то законы, над которыми нужно чуть-чуть потратить время, с которыми посидеть и разобраться, немножко попрактиковаться. Там, скажем, закон обратных квадратов, рассеянный свет, нерассеянный, прямое отражение. Ну, короче говоря, есть несколько вещей. И разобравшись с этим, можно уже идти за какими-то схемами. Тогда вы будете понимать, что нужно подправить, что как работает, и у вас все пойдет гораздо быстрее и проще. Ну и в конце напомню, что у нас есть закрытый клуб для фотографов, где не только множество уроков, в том числе и по предметке, и по предметной ретуши, и по стоп-моушену, и много почему еще. Ну и кроме того, у нас там хорошее закрытое сообщество, где мы общаемся, развиваемся как фотографы, решаем какие-то повседневные задачи, делимся работами, проводим фото-челленджи. Короче говоря, очень полезно и интересно. Ссылка будет в описании. На этом все. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Пока. Я, кстати, сама очень долго ставил DPI 300, потому что, ну типа, хорошо же, качество будет. Я не знаю, такое заблуждение, но на самом деле это уже давно не так. Не, ну понимаешь, есть правда, что в журналах печатают 300 DPI. Просто непонятно, какое отношение это имеет к фотографу и экспорту его фотографии. Была еще какая-то прям бородатая история, что раньше на Mac'ах действительно нужно было. Но это очень давно, это еще до того, как я начал снимать, это сколько лет прошло. Поколение, поколение. Там, да, там нужно было когда-то выставлять, но сейчас это не имеет никакого значения. Даже если ты на печать отдаешь, печатник будет настраивать и выставлять, как фотографировать, с каким разрешением. Твое дело просто отдать пикселей достаточно, чтобы хватило на нужный размер.